Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И мы начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 25 декабря, киевское время 19 часов. Начать хочу с приятной части. Поздравить нашу службу безопасности Украины. Всех ее сотрудников и причастных к ней людей с их профессиональным праздником. День службы безопасности Украины. Когда я служил в генеральном штабе, они приходили к нам в определенное время. Периодично приходили к нам на сверку документов. И мы в шутку и с любовью называли их служба Божья Украины. Так как они всегда везде, всюду и должны все знать и все предугадать. Так что пожелаем им на этом поприще новых успехов. Ну а теперь об оперативной обстановке. Оперативная обстановка за прошедшие сутки не претерпела больших изменений. Ситуация на фронтах, на некоторых участках критическая, но в основном стабильная и контролируемая. Враг продолжает сосредотачивать усилия на огненной дуге, как я ее называю, от Купинска до Марьинки. Даже может быть возьмем больше дуугли дара. Но тем не менее наши войска отбивают все попытки атаковать или штурмовать наши позиции. За прошедшие сутки противник 50 раз применял авиацию, нанес 50 авиационных ударов, 11 ракетных ударов и совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Усилия сосредотачивал, как я и сказал, на тех же самых направлениях. Купинское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское, Шахтерское и Марьинское направления. На Волынском, Полесском и Северском направлениях, а также Слобожанском направлениях изменений в обстановке не произошло. Кстати, надо отметить, что прошедшие сутки отметились более меньшим количеством воздушных тревог, но во всяком случае в центральной, в центре Украины. Но на востоке Украины воздушные тревоги продолжают звучать и сегодня, и ракетные удары продолжаются. Нету, слава богу, нету таких критических попаданий и нету такого большого количества жертв, как это было в предыдущие двое суток. Что по Белоруссии, изменений никаких. Там российские войска продолжают совместное учение с белорусскими, они будут проходить до 3 апреля, как я уже говорил. Российские мобилизованные продолжают обучение на полигонах в Брестской области и в районе Осиповичей. Авиация поднимается периодически в воздух, но вот сегодня МиГ-31 с утра не взлетали, поэтому по всей территории Украины воздушная тревога не объявлялась. В остальном ситуация контролируемая и понятная для нас. Что касается линии фронта, то на линии фронта противник продолжает на перечисленных мной направлениях продолжают атакующие действия. На Купинском-Лиманском направлении все те же населенные пункты пытаются противник атаковать, но это Серебрянское лесничество, Гиброво, Белогоровка и Спорное. Но успеха не имеет, несет потери и откатывается на исходные рубежи. Бахмут. Здесь ситуация намного сложнее. Орехово-Василовка и Богдановка, вот эта северная часть выступа над Бахмутом, здесь продолжаются активные штурмы со стороны противника. И в самом городе Бахмуте идут ожесточенные бои, противник пытается прорваться к центру города. Но в принципе наши силы обороны держат обстановку, хотя ситуация, ну еще раз повторюсь, на грани критической. Но процитирую генерала Залужного, который сегодня высказался о том, что происходит сейчас в Бахмуте. Он сказал, цитата, «Благодаря титаническим усилиям сил обороны обстановку удается стабилизировать». То есть мы не просто отражаем атаки и удерживаем оборонительные рубежи, но мы наносим такой объем поражения противнику, такой ущерб противнику, что количество атак со стороны противника начинает постепенно снижаться. То есть они достигли пика своих возможностей и теперь это уже ситуация начинает идти на спад. Более конкретно о том, что же там может происходить и на других направлениях, я будем говорить в военно-политической обстановке. Потому что это касается и наших партнеров тоже. Авдеевка, Маренко и Шахтерское направление. Здесь ситуация остается без изменений. Противник продолжает атаковать безуспешно. Мы удерживаем в районе Авдеевки, на севере и на юге. Ситуация очень тяжелая, потому что основные усилия. Сейчас, кстати, на Авдеевском направлении противник сосредотачивает намного больше усилий. Количество атак намного больше. И численность войск, российских войск, намного больше. Именно они пытаются обойти Авдеевку с севера и с юга. Пока что им это практически не удается. Мы сдерживаем этот натиск. Но, тем не менее, атакующие действия российских войск не прекращаются ни на минуту. Они идут практически круглосуточно. Ну и остается у нас Запорожское и Херсонское направление. На Запорожском идут позиционные бои. Никто никого не атакует. Все находятся на своих рубежах обороны. Идут артиллерийские дуэли, обмены огневыми ударами. В общем, обстановка контролируемая и стабильная. На Херсонском направлении надо... Тут единственное, надо что отметить. Тоже здесь без изменений идет контрбатарейная борьба. То есть, артиллерийские дуэли с нашей стороны, со стороны российских войск. Обстрелы продолжаются правого берега. Но, в общем, ситуация стабильная и контролируемая. Надо отметить по поводу Каховки. Да, такая произошел казус. Генеральный штаб выдал такую информацию, что якобы оттуда выходят войска. А как оказалось, это ротация войск. То есть, одни вышли, другие зашли. И вот те, которые выходили, они прошли рейдом по местным жителям. Ну, по принципу грабь награбленная. В том плане, что понимая, что их куда-то перебрасывают на ротацию, они решили поживиться чем-то свеженьким. И пошли мародерить по местному населению с целью награбить хоть чего-нибудь перед переброской их в другое место. Вместо них зашли следующие. Но никто не оставит Каховку. Тем более, смотрите, Каховка удивительно была даже с моей стороны, в плане, когда я услышал, ну, как бы не поверить. Сначала я, не поверить Генштаму было трудно. Смотрите, дело в том, что я поясню, в чем стратегическое значение для новой Каховки, для Российской Федерации. Они, кстати, за нее будут драться до последнего. И будет приказ стоять насмерть, никому никуда не уходить, ничего не сдавать. Единственный, как бы, способ более-менее бескровно взять Каховку, это так же, как я говорил по Энергодару, это если они попадут в оперативное окружение, в плане того, что если мы пойдем на Мелитополь, то тогда отрежем просто пути снабжения. И будем долбать их до тех пор огневыми средствами, пока они не выбросят белый флаг. Дело в том, что Каховская ГЭС регулирует уровень воды в водохранилище. И за счет этого уровня воды наполняется Северокрымский канал. Он начинается прямо от плотины Каховской ГЭС. А вы же понимаете, Северокрымский канал, это вода в Крым, это то, о чем мечтал Путин все 8 лет, пока не начал массированное вооруженное вторжение. Кстати, когда была захвачена Каховка, она довольно быстро, к сожалению, ну это мы еще будем разбираться после войны, почему так получилось на юге. Я думаю, без подробного, открытого, следственного процесса здесь не обойдется. Общество просто не успокоится, почему так быстро был юг, занят российскими войсками. Но они даже в первую же неделю, когда они взяли Каховку, они сразу же открыли, взорвали нашу дамбу, которую мы там построили, открыли шлюзы и пустили воду в Северокрымский канал. Даже была выпущена серия документальных фильмов о том, как вода идет в Северокрымский канал и доходит от Джанкоя. Я помню, они там писали и показывали во всех новостях. А Джанкоя там же, да Джанкоя она идет самотоком, а Джанкоя она уже начинает перекачиваться насосными станциями. И в этом году в Крыму собрали довольно неплохой урожай, надо это признать, довольно неплохой урожай риса. То есть заполнили рисовые, за счет канала заполнили рисовые поля и соответственно вырастили урожай при достаточном количестве воды. Вот такая вот с Каховкой, с новой Каховкой получилась вот такая история. Надо отметить, что на оккупированных территориях российские войска продолжают терроризировать местное население. Росгвардия там иногда срывается с поводка и устраивает облавы с проверкой документов, с проверкой мобильных телефонов. Пытается выявить, кто помогает вооруженным силам Украины. Так что будьте, те, кто находится на этих территориях, будьте осторожны и будьте внимательны. Не сохраняйте ничего на телефонах. Есть куча инструкций в интернете, как правильно чистить телефон, что удалять, что оставлять и так далее и тому подобное. Для того, чтобы пройти все эти контроли. Вот такая вот, ну и конечно же в конце военной обстановки мы не можем не сказать, что, да, надо еще отметить, что в Крыму продолжает работать ПВО. Там непонятные взрывы и непонятная стрельба из стрелкового оружия, из пулеметов турильных и работает система ПВО. Но пока с нашей стороны никакой официальной информации нет, поэтому трудно сказать. Может они там тренируются, может им не спится просто ночью, поэтому они стреляют в воздух и будят своих соседей, чтобы те в деле безопасность Крыма, Крымского воздушного, воздушного пространства над украинским Крымом. Кстати, по информации нашей разведки и по информации даже наших разведки, наших партнеров, также эту информацию подтверждают представители Меджлиса Крымско-Татарского о том, что россияне вывозят семьи, продают недвижимость, как коммерческую, так и жилую, причем по бросовым ценам стараются как можно быстрее продать и покидают полуостров. Правильно делают? Как говорил Ленин, правильной дорогой идете, товарищи. Уезжайте по добру, по здорову. Ну и что надо еще отметить, это то, что урожай, какой урожай собрали силы обороны за прошедшие сутки. Итак, за прошедшие сутки силы обороны Украины по всей линии фронта собрали следующий урожай. Ликвидировано 720 российских оккупантов. Уничтожили 6 танков, 11 боевых бронированных машин, 6 артиллерийских систем, 9 реактивных систем залпового огня, 1 вертолет, насколько я помню, это был Ми-24, вертолет огневой поддержки, 6 беспилотников оперативно-тактического уровня, 19 автомобилей и 2 единицы специальной техники. Ну, я напомню, там вопросы задавали, чтобы отдельно не отвечать, что специальная техника включает в себя инженерные машины, средства и радиолокационные станции войск РЭП и РЭР, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Вот это относится к специальной технике. Инженерные машины, еще раз говорю, станции РЭП и станции радиоэлектронной разведки. Далее надо отметить, что, ну, мы раскрутили, вот у нас такая есть черта, наша ментальность в том, что мы всегда сразу, мы максималисты. Если побеждать, то надо сразу и сейчас. Президент Зеленский, давая в интервью Йомиури, если я правильно прочитал, с моим английским, давая вот японское издание, он дал ему интервью и отметил следующий тезис из его интервью. Он сказал, что у них нехватка боеприпасов у нас. Мы пока не вышли на паритет по боеприпасам, по артиллерии. Имеется в виду, что вооруженные силы Российской Федерации используют втрое больше боеприпасов, чем вооруженные силы Украины ежедневно. Далее. Украина не может и не отправит солдат в наступление без достаточного количества нужного вооружения. Это вот к тому, что все так спешат, что надо идти завтра. Когда? Когда? Все вопросы со всех сторон одни и те же. Когда мы пойдем в контрнаступление? Когда будем готовы? Далее. Касаемо переговоров с Россией, для них нет условий на сегодняшний день. Условия одно единственное. Других условий быть не может и априори. Это вывод российских войск в территории Украины. Все. Кстати, Олаф Шольц очень четко после саммита Евросоюза четко сформулировал эту задачу. Что мир наступит тогда, когда российские войска покинут территорию Украины. Сказал Олаф Шольц. Далее. По Китаю президент Зеленский отметил, что Китай не предлагал Украине своей помощи в урегулировании конфликта. Никаких предложений от Китая не поступало. И на предложение от нашей стороны, кстати, Украина выступила инициаторами, и офис президента обратился к китайскому, к руководству Китая, о том, что мы готовы к телефонному разговору или к встрече. Я так понимаю, что даже было приглашение отправлено, чтобы Сидзи Пин посетил Киев. А почему бы нет? Все посещают. Джо Байден посетил. А что Сидзи Пин не может, что боится, не сказать бы по-другому, посетить Киев и услышать нашу точку зрения, нашу позицию согласно урегулированию. Но китайское, как отмечает наш президент, о разговоре или встрече, реакции Пекина пока не поступало. Но, кстати, тут надо прокомментировать дополнительно. Видите, Китай вмешался и не дает нам покоя. Тут надо прокомментировать дополнительно вообще вопрос вмешательства Китая в наш конфликт. Китай, вот то, что мы с вами и говорили, что Китай только за себя. Только. И Китай старается, ну вот, как говорят, китайская философия, да, обезьяна, сидящая на берегу реки, ждущая, когда трупы врагов проплывут мимо нее. Так вот, именно это сейчас и демонстрирует Китай. Что они сделали? Китай, по возвращении Си Цзепиня, один из чиновников китайских, довольно высокопоставленный, якобы в интервью какому-то там китайскому изданию, ну мы же понимаем, что Китай это тоталитарная страна, вот, какому-то китайскому изданию сказал, что Киев и Москва и одобрили мирные инициативы Китая по урегулированию нашего конфликта. И сослались на одного из высокопоставленных чиновников в Киеве. И очень хотелось бы услышать фамилию этого чиновника, который одобрил, или политика, который одобрил мирные инициативы Китая, а это немедленное прекращение огня и переговорный процесс. Вот. Но боятся, что якобы Киев боится об этом сказать слуг, потому что рассадником войны и рассадником терроризма и угрозы миру являются Соединенные Штаты Америки. Вот вам риторика Китая. И кстати в этой риторике я усматриваю такой момент, что Китай за счет наших территорий хочет отхапать территорию Российской Федерации. Он хочет не просто мир в обмен на территории, а такой себе тройной междусобойчик сделать. Мир для России в обмен на территории Украины, а Китаю за это территорией Российской Федерации. Понимаете какая это? Получается, что немедленное прекращение, по китайскому варианту, немедленное прекращение огня, это значит застолбить то место, где сейчас стоят российские войска. А Китай в результате у России отхапывает, ну вот этой вот ползучей экспансией, как я вам рассказывал, без единого выстрела забирает Дальний Восток и Восточную Сибирь. И все, и вроде как все довольны, все смеются. Но это смеются только и довольны в Пекине. Москва получается с первой победой. С одной стороны вроде как кусок Украины отхапала, но при этом потеряла весь Дальний Восток. Ну а мы, конечно же, в проигрыше в полнейшем, потому что подписание очередной договоренности на таких условиях, это будет еще одна отложенная война, которая рано или поздно все равно начнется. Мы это уже проходили. Поэтому Китай, как я и говорил, Китай ведет свою игру в свою пользу и не собирается ни за кого переживать или болеть. Очень-очень тоталитарное государство и работающее только на себя, только в своих интересах. Вот такие вот военные новости надо отметить за прошедшие сутки, которые произошли в Украине на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Ну и немножко мы поговорим с вами о военно-политических новостях, которые происходят в Украине и вокруг нее. Нельзя не отметить, в Соединенных Штатах 44 армейских генерала и адмирала, ну правда отставные, обратились в администрацию Белого дома с экстренным призывом оказать, немедленно оказать помощь Израилю в предоставлении ему самого современного вооружения. Речь идет в основном об F-15E самолетах, F-35, авиазаправщиков КС-46А, это летающих и высокоточных планирующих бомб, типа Джан. Это вот то, что Соединенные Штаты сегодня предоставляют нам. Мотивируют они это тем, что Иран стоит в шаге от создания атомной бомбы, и только Израиль на сегодняшний день проявляет четкую, твердую позицию и заинтересованность в том, чтобы не допустить создания в Иране атомного оружия. И готов сегодня, как я понимаю, Израиль готов сегодня физически воспрепятствовать созданию атомного оружия в Иране. Поэтому они обратились, ну для нас это не совсем хорошо, потому что это возникает еще один очаг напряженности, и как видите, ну куда идут за помощью? Опять идут к Соединенным Штатам. И соответственно, вопрос раздвоения, потянет ли Боливар двоих, вынесет ли Боливар двоих, естественно, мы задаем себе такой вопрос. Хотя Соединенные Штаты, в принципе, настолько мощная страна, они же потянули два ленд-лиза в годы Второй мировой войны. И Британия получала ленд-лиз, и Советский Союз получал ленд-лиз. Так что будем надеяться, что это никак не скажется на той поддержке, которую оказывают Соединенные Штаты Украины сегодня и сейчас. Дальше, провели расследование, немецкое издание Ти-Онлайн сообщает, что на основании проведенного расследования Москва привлекала военный флот, чтобы прикрыть подрыв Северного потока. Так что, видите, все тайно и рано или поздно становится явным. На основании расследования все-таки все равно пришли к тому, что Россия сама рванула этот Северный поток и теперь и пыталась переложить ответственность на Европу или на других. Ну, даже на, даже версию рассматривали, что это наши диверсанты там опять приплыли и как-то там взорвали этот поток, что якобы ну, у нас нету глубоководных средств, таких как у Российской Федерации. Так вот, немецкое издание сообщает, что за несколько дней до взрывов на газопроводах Северный поток 1 и 2 вблизи этих мест взрыва находились военные корабли России. В частности, за неделю до взрывов 19 сентября начались обширные маневры Балтийского флота Российской Федерации, которые могли быть использованы в качестве прикрытия для реальной миссии. Официально для участия в маневрах также выдвинулись водолазы 313-го отряда специального назначения из базы Балтийск в городе Калининграде. Это элитные солдаты, обученные подводным взрывным и диверсионным операциям. В последующие дни это подразделение последующие дни эти подозрительные суда обнаружили в районе места преступления над газопроводом Нордстрим. То есть, они сами же взорвали и потом сами же обнаружили то место, где был произведен взрыв вот этих трех ниток 2 Северного потока 2 и 1 нитки Северного потока 1. Видите, как хитро. Вроде как сами же обнаружили, а еще оказывается сами же и взорвали. Вот такое расследование. Так что Россия в очередной раз Россию поймали на лжи и на попытки списать свои проступки на кого-то другого. Ну, вернемся в Украину. Служба безопасности Украины сегодня уже упомянутая в начале нашего с вами видео разоблачила одесскую компанию. Ну, Одесса, мама, как всегда, к сожалению, отличилась. И отличилась не в лучшую сторону. Одесская компания, которая поставляла сырье и оборудование для российского военно-промышленного комплекса. Они поставляли инертный газ, который используется для изготовления лазерных прицелов и прицельных комплектов для бронетехники. Возили в Российскую Федерацию через фирму-прокладку на Ближнем Востоке. Известно, что предприятие фактически контролировалось гражданами России и было стратегически важным для оккупанта. Вот такая вот ситуация. Теперь вот этой одесской фирме ее сотрудникам и владельцам грозит ответственность, уголовная ответственность по статье 111 части 1 и 2 Уголовного кодекса Украины. Это коллаборационизм и пособничество государству агрессору. Так что задумайтесь, проверьте свою коммерческую деятельность, чтобы она не была связана с поставками товаров военного или двойного назначения для Российской Федерации. Даже если она осуществляется через третьи страны. Далее Польша. Польша не перестает удивлять и молодцы поляки идут в правильном направлении. Они помните я говорил вам, что они построили стену на границе с Белоруссией. Там попроще стена, потому что протяженность границы очень большая. Там у них сетка, колючая проволока, контрольно-следовая полоса и другие инженерные сооружения типа малозаметного проволочного заграждения МЗП и так далее. Но на границе с Российской Федерацией, а Польша граница с Российской Федерацией только в Калининградской области, кстати, они уже обошли, они построили канал через косу для того, чтобы не ходить через российский пролив и не связываться вообще с Российской Федерацией. Теперь ихнии суда бесплатно проходят к польским портам через косу. Так вот, на границе с Калининградской областью, Кенигсбергской областью или территорией историческое название Кенигсберг. Берем пример с России и начинаем вспоминать исторические названия. Так вот, они построили стену, причем там 198 километров границы и Польша построила уже 107 километров стены. Это более половины протяженности наземного отрезка границы Польши с Калининградской областью, с Кенигсбергом. И сооружение будет 2,5 метра в высоту и 3 метра в ширину. Вот такая вот стена ну как бы не указывается с какого материала вот но тем не менее я так понимаю что сооружение будет очень очень внушительное. Скорее всего это будет что-то типа бетонной конструкции почему? Потому что от России по-другому отгораживаться нельзя. Только бетонная стена и как у нас помните вы писали в комментариях ров с крокодилами и бетонная стена высотой 6 метров. Примерно так же отгораживается сегодня и Польша. Кремль отказался вот теперь возвращаемся к нашей войне и издание Bloomberg опубликовало следующие выводы западных аналитиков и они гласят следующее Кремль отказался от наступления в Украине и уходит в глухую оборону. Видимо на России в конечном итоге все-таки реалии жизни начинают побеждать. Они понимают что бессмысленная трата ресурсов не приводит ни к какому успеху а наоборот ослабляет российскую группировку в Украине. Власти Российской Федерации приказали направить в армию еще 400 тысяч россиян для сдерживания контрнаступления вооруженных сил Украины. При этом в России опасаются проводить вторую волну мобилизации в преддверии президентской кампании 2024 года в ходе которой Путин планирует переизбраться на пятый срок. Ну и кстати Сидзипин ему пожелал в этом тоже успехов. При этом чиновники сомневаются в выполнении задачи по набору 400 тысяч человек на контракт. Ну я тогда уточню давайте они немножко тут видимо либо Блумберг что-то перепутал у них Путин хочет мобилизовать до мая месяца полмиллиона 400 тысяч контрактников это он приказал есть ну такое по данным перехвата и некоторых источников близких к Кремлю Путин сказал 400 тысяч контрактников до конца года полмиллиона мобилизованных до мая месяца ну еще будет в апреле еще будет призыв который там порядка 100 тысяч как механизм работает я вчера подробно рассказал как они вот рассылают сейчас повестки якобы придите в военкомат для уточнения своих данных человек приходит в военкомат ну его берут в оборот и в конечном итоге он оказывается если он упирается и не соглашается ни на какие условия то ему вручают предписание он оказывается на сборах военных и там ему объявляют что он уже мобилизованный и отправляют его через какое-то время на фронт далее глава глава европейской дипломатии вот это будет нашим вишенкой на торте и новостью на пасашок очень хорошая почему потому что хорошее заявление сейчас я вам расскажу в чем оно состоит дело в том что опять началась волна но непонятно как ее поднимают Россия Россия понятно угрожает в очередной раз там Медведев ихний этот который претендует на место Жириновского но у него мозгов даже нету столько сколько у Жириновского Жириновский надо отдать должное говорил иносказательно иногда в шутливом тоне но мысль у него всегда была очень такая довольно здравая вот ну а здесь просто вот такие вопли вопли говорят большого любителя спиртного Медведева который там не знаю на какую роль он претендует шута утрона короля или что-то такое но он опять пригрозил ядерным оружием опять он размахи бить обратите внимание как Россия изменила риторию Путин больше не пугает ядерным оружием больше не демонстрирует мультики про ракеты кинжал там воевода посейдон что там сарматы арматы ничего не летит никуда не едет Путин помалкивает в этом плане а вот такие вот а что потом скажут так кто такой Медведев да он бухой был ляпал языком вы не обращайте на него внимания вот а вот такие люди как Медведев делают заявление да мы тут сейчас радиоактивный пепел там все что угодно вот но вот глава европейской дипломатии господин Боррель сделал заявление что визит Си Цзепина в Москву уменьшил риски ядерной войны к этому пришел главный дипломат Евросоюза к такому выводу по его словам Си Цзепин очень четко дал понять Путину что ему не стоит применять ядерное оружие в этой войне действительно Китай стоит на позициях конвенциальной войны то есть войны обычным вооружением никто не хочет ядерного заражения в центре Европы также Боррель добавил что Европейский Союз пока не видит доказательств что Китай планирует предоставить России вооружение это тоже очень хорошая новость почему потому что у них тоже есть хороший разведслужбы и у них тоже есть своя информация если они об этом говорят значит можно предположить что они знают о чем идет речь так что вот такая новость прозвучала из Брюсселя за прошедшие сутки что нас не может не радовать что ж на этом мы с вами первую часть нашего видео закончим военной и военно-политической обстановки я по традиции делаю паузу те кто не подписан еще на мой канал пожалуйста подпишитесь не забудьте включить уведомления чтобы вам приходили о появлении новых видео на моем канале тем кто просто зашел посмотреть и кто смотрит по подписке пожалуйста поставьте лайк тогда это видео смогут увидеть как можно больше людей ну и через некоторое время мы с вами продолжим продолжим мы с вами как обычно по традиции это ответом на те вопросы которые вы задали к предыдущим видео и первым вопросом сегодняшнего дня будет следующий здравствуйте у меня вопрос почему Россия так бодается в вопросах обмена пленными ведь это двухсторонний обмен обмен же тем более у обеих сторон есть много раненых в плену не могу представить даже какие у них причины у самого друг уже год в плену он был на заводе Азовсталь со всеми выходил нет никакой информации от него после этого слава героям смотрите а я объясню почему тут очень много причин для российской стороны очень много причин есть есть сторона даже моральная и есть сторона экономическая или политическая так даже можно сказать вот три составляющих мораль мораль политика экономика начнем начнем с морали дело в том первое дело в том что российской федерации глубоко наплевать на этих пленных глубоко в стране с населением 140 миллионов сотни больше тысячи или меньше или абсолютно то есть у них моб ресурс оценивается оценивается в 15 миллионов человек вы думаете они будут бодаться за каждого плена абсолютно им по барабану раз второе они очень боятся возвращения этих пленных в ряды они же их не отпускают домой мы выполняя конвенцию обеспечиваем им медицинское обеспечение нормальное обеспечение трехразовое питание условия содержания вы обратите внимание откройте любое видео обмена пленами посмотрите каких мы отдаем российских пленных холеные розовощеки откормленные ну это Женевская конвенция мы гуманная нация мы не звери и каких мы принимаем наших пленных от них изможденных голодных похудевших потерявших вес иногда до критического состояния они просто ну они их содержат как скот в надежде что они быстрее сдохнут чтобы не было проблем с их обменом вот так подходит российская федерация к пленаме и такое же отношение к своим абсолютно наплевать а еще они очень боятся потому что эти пленные приедут и расскажут правду расскажут что у нас никого не пытают с помощью полевого телефона током что у нас не избивают до полусмерти не ломают ребра руки и ноги и что гуманно относятся что никаких нацистов тут нету никакого НАТО в Украине нету что воюют реально с нацией украинской нашей нацией что мы всей страной воюем против оккупации нас Российской Федерации вот чего они боятся а еще не дай бог этот пленный приедет и да на камеру их заставляет говорить что там заставляли учить петь гимн Украины там учить наши эти самые песни ну мы им читаем лекцию по истории Украины чтобы они понимали куда они пришли и почему мы их считаем здесь захватчиками и агрессорами и каковыми они являются на самом деле так вот они Российская Федерация катастрофически боится что эти пленные расскажут правду а ему нет смысла врать понимаете он был в плену и он и он расскажет правду и это а Сарафанер радио разносится очень сильно это моральная составляющая то есть миф о жестоких нацистах фашистах бандеровцах он просто разбивается как хрустальная ваза в мелкие брызги по рассказам вот этих плен теперь это это и политическая и моральная составляющая теперь экономическая составляющая дело в том что они числятся пропавшими без вести пока находятся в плену а если пропавшей без вести то выплаты не положено и семья ничего не получает пропал без вести а как он может он сбежал откуда мы знаем вот мы его ловим сейчас вот объявим его в розыске будем ловить понимаете а если он возвращается ему надо выплаты все компенсацию за то что он был в плену вот вот проблема еще вот а еще он начнет рассказывать как ему там хорошо было и безопасно и что он не хочет возвращаться в окопы и воевать опять против Украины вот поэтому Российская Федерация категорически отказывается принимать забирать своих плен вот и они думают что таким образом они создают у нас кстати публиковалась цифра ну я нашел в открытых источниках что порядка 10 тысяч гривен мы тратим на содержание одного военнопленного в месяц российского тем более мы даже даем им выбор право выбора хочет он чтобы его обменяли или нет и они ну как бы у них даже в этом есть выбор понимаете у наших вообще там никакого выбора нет вот поэтому они так относятся командование так относятся это политика государства это не просто там кто-то решил это политика государства так решил Путин эти люди уже списаны в утиль и они не должны ни коей мере помешать выполнению планов вождя в кавычках расскажите детальнее как гаубицы привязывается к местности без GPS как высчитывают координаты местности ведь удобные ориентиры на войне не всегда не всегда есть очень просто для этого существует наука топография и эту науку изучают в любом военном училище начиная кстати она впервые там в школе компас берет в руки школьник или школьница ну а уже в военных заведениях топографии изучают как науку смотрите вся страна покрыта сетью геодезических отметок есть специальные каталоги и эти геодезические отметки обычно это трехгранная пирамидка с возвышающейся над ней трубой и как правило на ней такое утолщение в виде ну и там такая как бы крыльчатка состоит это геодезические знаки эти геодезические знаки имеют точные координаты под каждым геодезическим знаком есть камень в котором замурован металлический стержень и на этом стержне есть маленькое перекрестие надрез ножовкой по металлу вот эта точка она точно привязана эти координаты есть в каталоге и эта вся геодезическая сеть находится на местности и она построена таким образом что с одной точки должно быть видно не менее трех точек других других отметок геодезических отметок и соответственно берешь лист карты ищешь геодезическую отметку примерно ориентируешься на местности накалываешь место где ты стоишь потому что карту местности сличаешь при этом масштаб карты берется очень мелкий точнее очень крупный это одна пятидесяти тысячная или одна двадцати пяти тысячная для привязки огневых позиций более точно используется карта одна двадцати пяти тысячная проблема с количеством листов этой карты да мы даже иногда не склеивали эти карты просто вот раздельно использовали листы там где ты стоишь на огневой позиции так вот и при ты ориентируешься на месте на местности и накалываешь точку на карте где ты стоишь смотришь видно ли эти геодезические знаки если их не видно ты ищешь те моменты которые на карте наносятся с определенной точностью это допустим допустим там такие объекты как заводские трубы они наносятся очень точно на карту все снимаешь их координаты с помощью хордо угломера с помощью циркуля чтобы было более точно снимаешь их координаты и соответственно опять же решаешь задачу как минимум три направления треугольник строишь и центр этого треугольника это и будет твое местоположение так что привязывались с помощью карты не было gps привязывались кстати так и начинали воевать четырнадцатом году я помню оказывал помощь в мае месяце четырнадцатого года кончились топографические карты на широкина в районе мариуполя и вот тогда вот первые планшеты появились для привязки к местности с помощью планшетов была первая программа по где были цифровые карты вот и и соответственно и соответственно когда закончили а дуэт до появления планшета воевали вот на бумажных картах с помощью топографической привязки ну так что вот таким вот образом определяется за счет геодезической сети за счет нанесения ну правил нанесения на карту определенных объектов которые наносятся довольно с высокой точностью у нас были топографические войска подразделения которые занимались именно вот топографической съемкой местности карт и картографии они выдавались результаты и потом военная фабрика картографическая печатала эти карты и писали заявку и их получали для повседневной работы они считались расходным материалом после каждой выдачи они списывались актом что как использованы часть из них там в виде склеек и разработок во время командно-штабных игр командно-штабных учений тренировок вот или штабных тренировок они оформлялись как отчетный материал присваивался гриф секретности они закладывались как отчет о проделанной работе в в че хранились частях определенное время согласно согласно этим самым но все было на бумажной карте все делалось с помощью топографии так кроме военной обстановки интересно было послушать ваши впечатления посещения китая в разные периоды очень хочется услышать такой же анализ по поводу ваших путешествий в японию очень важно быть в курсе военных действий в украине но иногда хочется отвлечься и узнать что-то интересное из жизни людей в странах которые там нам помогают тем более из вашего опыта еще раз спасибо ну япония страна восходящего солнца здесь был регресс вот сразу скажу это была полная противоположность китая если в восьмом году китай ничем не впечатлил даже некоторыми вещами удивил то в это япония в 2011 году первое посещение было японии япония порвала вот япония она было впечатление такой же как в 19 году произвел китай это мы прилетели на другую планету вот там в одиннадцатом году в японии вся япония летали скоростные поезда больше 300 километров в час кругом были был такой нюанс что вообще вновь чистота идеальная в японии кстати урн нету в японии мусорных баков нету они сначала к по и вместе с супермаркетами они появились на 8 частей японцы как швейцарцы разбирает мусор и сначала они появились только возле супермаркетов но потом все равно тоже убрали японцы смогли с этим справиться по философии япония мусор надо нести домой и дома уже выбрасывать его там в определенном в определенном порядке но в токио где бы вы не гуляли вы не найдете ни одной урны и не найдете бычка валяющегося или жвачки выплюнутой на на тротуар кругом чистота такси в такси в японии это toyota corolla 70 70 года образца но не до сих пор выпускается до сих пор они ездят и не удивляйтесь что таксист будет в черном костюме белой рубашки черной бабочкой фуражкой белых перчатках а машина будет внутри оборудована садиться можно только сзади и машина будет вся украшена там кружевами и там гипюром очень такая вот это япония там супер современные технологии граничат с такими я бы сказал историческими моментами или историческими традициями когда вы первый раз увидите карту метро токио упадете в уморок но когда вы один раз проедетесь вы поймете что карта очень подробно и вообще пользоваться метро очень просто действует единая электронная карточка на которую ты ложишь покупаешь карточку под залог ложишь на нее деньги и деньги снимается в конце поездки может делать там кучу пересадок выходя из метро ты проводишь ее в турникете и у тебя считываются деньги за всю длину твоей поездки поездки с учетом с учетом всех всех этих самых всех поездок и там вот прошлое и настоящее но постоянно ограничен токио был отстроен после землетрясения 60 по моему восьмого года или 60 ну 60-х годах было землетрясение которое сильно разрушило токио они после этого пересмотрели и все дома в сегодня в токио 28 небоскребов мэрия токио расположена не помню количество этажей 245 метров из создания здание стеклянная но качается под собственной под собственным весом имеет амплитуду качания на работает смотровая площадка на по-моему 45 этажей там круглосуточно ты просто проходишь контроль на предметом опасных предметов нельзя проносить подымаешься на лифте отдельный вход на верхние два этажа и вот на верхнем этаже ты подходишь нет стены стекло нет поручни ничего ты стоишь на краю бетонной плиты и перед тобой стекло и весь город токио двести сорок пять метров высота и здание немножко покачивается все небос все здания в токио имеет внутренний маятник который в два раза гасит гасит колебания при этом мы были как мы были через шесть месяцев после фокусимы после трагедии да но чтобы понимали токио полторы тысячи по статистике полторы тысячи толчков в год подземных толчков это сейсмическая зона и нас трясло да когда ты лежишь на 16 этаже 35-этажной гостиницы на кровати и здание начинает друг очень довольно сильно качаться в телевизоре появляется заставка диктор который начинает говорить а у тебя в тумбочке фонарик и батарейки и схема эвакуации как как ты должен выходить из этого здания смотришь в окно японцы идут даже не обращает внимание потом по телевизору говорят было землетрясение магнитудой 3-4 балла вот вот такое вот там бывает и это и это полторы тысячи раз в год то есть это может быть по три-четыре раза в день а может быть что толчков не будет совсем они решили проблему бытового мусора мусор сортируется на 8 частей они делают из него прессованные блоки сбрасывают их в океан уже они не внесут в ряды окружающей среде там это зеленая программы экологии экологические очень сильно развиты но вот на этих мусора вырастает как бы такой я бы не назвал уже даже мусорным острова и на этих островах строится город город строится в сторону океана чтобы понимали чтобы не занимать сушу вот таким вот образом ну а дальше конечно же когда в одиннадцатом году поражало буквально все в японском ресторане нельзя оставлять чаевые ни копейки за если вы оставите там хоть какую-то мелочь самую мелкую монету за вами будут идти и просить чтобы ее забрали почему потому что они считают это оскорблением потому как в в меню указана цена стоимости блюда это так повар оценивает свой труд и если вы оставляете чаевые вы хотите вроде как отблагодарить да вот разница в менталитете европейском и азиатском азии они считают это оскорблением потому что думаю что они недооценили свой труд поэтому вы хотите им заплатить за блюдо больше чем она стоит согласно согласно пресс-куранта вот в этом особенность не вздумайте очень у них есть такая традиция что если женщина вот они популяризируют национальную одежду если женщина одевает национальной национальный наряд вот это кимоно да там эти стукалки деревянные то ее бесплатно пускают в культурные заведения то есть музеи библиотеки она она почему и и пропускает бесплатно всех все остальные покупают билеты и идут посещают ну и ну киото вторая столица это третья столица в японии киото была вторая столица в японии они переносили трудно уже не помню причину а первая столица город нара особенность этого города состоит в том что там никогда не бывает землетрясений и тайфунов вот такой парадокс там была первая столица но ты приезжаешь город первое что ты видишь это стада вот этих пятнистых оленей или белые олени его еще называют но у нас это называют косуля они ходят по всему городу это священное животное согласно легенде считается что будда приехал в нару и основал там город который стал столицей японии там находится кстати самая большая в мире статуя будды в закрытом помещении то есть она внутри храма высота статуи 14 метров вот чтобы чтобы вы понимали и эти олени ходят везде их можно кормить можно гладить у них у всех спилены рожки но их нельзя бежать нельзя прогонять почему потому что это считается священно священное животное вот вот такой вот кругом получается что с одной стороны все супер современная технологии там и прочее прочее ну был казус с общественным туалетом в том плане что зайдя в общественный туалет во-первых там идеальная чистота идеальная никаких запахов ничего нету и в одиннадцатом году когда мы увидели вот эту вот надстройку в туалете и пульт управления китайцы японцы очень не любят другие языки очень на пути на пульте управления на котором там было десяток даже больше кнопок а он выполняет этот туалет миллион там функции ну образно говоря до различных гигиенических и там кому комфортных и так далее и все на иероглифах каждая кнопка подписана иероглифом и внизу в скобочках на английском написано пульт управления вот и весь перевод и что хочешь то и делай пока 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 не освоишься и ну и не поймешь где какая кнопка и какую функцию он выполняет очень популярен популярна у них шоу кухня когда ты заходишь в кафе школе в ресторанчик для того чтобы покушать ты садишься на стойке бара и прямо перед тобой все это готовится тебе сразу же подается суши роллы там прочее очень впечатлил то токийский рынок рыбный это самый крупный в мире рыбный базар ну если так можно его назвать токийский рынок он открывается в три часа в четыре часа утра когда рыбаки выгружают свою рыбу кстати после к вида изменилось только то что бетон стали застилать пленкой вот а так ранее а вот когда мы были на выкладывается рыба и до 12 часов рынок открыт для всех посетителей все ходят и смотрят улов улов разложен там стоят представители вот этих рыболовецких не знаю там артелей организации или частных лиц и там вот тунцы по 300 килограмм или по 600 килограмм вот это все выловлено и все она выложена кто что в 12 часов рынок закрывается и начинается торги до 13 часов идут торги вот эта вся рыба уходит с молотка что называется на торгах из 13 до 15 рынок вывозят каждый кто купил свой товар вывозит рынок самые вкусные суши конечно же вот на ресторанчиках в прилегающих улицах к этому рынку рынок современная монолитное здание железобетонных конструкций стеклянная очень красиво огромная вот а рядом улочка с двухэтажными домиками которые такого миниатюрного размера что другой раз боишься влезешь ты в эту дверь или не влезешь и это живут местные японцы и там же вот эти ресторанчики и там суши что вы понимали шарик размером меньше пяти копеечной монеты риса но кусок рыбы толщиной больше сантиметра вот не так как у нас там три миллиметра и заворачивают большой большой рисовый шарик в сушу там наоборот шарик лежит на тарелочке а рыба вот таким толстым кусочком огибает этот шарик и лежит на нем вот такие вот особенности и по это в одиннадцатом году а когда мы приехали в девятнадцатом году в японию тоже уже буквально перед к видам маршрут был примерно такой же самый мы только добавили там еще этот самый промышленный центр киот киота да вот немножко было разочарование разочарование в том что вот то что в одиннадцатом году для нас было супер удивлением она так и сохранилась они за эти восемь лет они не изменились японцы то у них начала внедрять начали внедряться и они даже немного отстали вот это даже было обидно отстали в том что они начали внедрять вот эту интернет-банкинг но он у них не пошел они еще в девятнадцатом году они брали карточку в руки самостоятельно проводили ее через терминал хотя рядом стояли стояли блоки пайпас и вот в киот в музее железной дороги государственный музей на кассе покупая билеты я говорю что она хочет взять мою карточку кредитного я говорю но нет не надо брать вот пайпас давайте я приложу карточку и оплатим она смотрит такими глазами я понял что они не понимают что это такое мы отдали я дала карточку они провели эту операцию вот так как мы мы в сам в самом начале помните когда продавец брал карточку и проводил этой магнитной полоской по терминалу вот и так она срабатывала даже не через пайпас еще когда пайпаса не было а у них но они готовились к олимпиаде вот которая не состоялась из-за ковида и мы задавали нашему гиду вопрос как же так у вас нет урн на улицах и и вот сотрудники так непривычные а и во мне во всех во многих частных магазинах появилась надпись когда заходишь в магазинчик а там на картонке ручкой написано only cash то есть они не хотели брать в частных магазинчиках небольших не хотели брать электронные деньги то есть чтобы люди рассчитывались карточкой туристы допустим они просили только только наличку только ены вот игрока как же так вот как вы готовитесь приедут европейцы не выпьет все пиво кстати пиво обалденное и по в японии она оказывается вообще считается в азии как бы прародитель пива и что еще удивительного япония делит соединенными штатами и ирландии перед первые места в плане производства виски япония мировой лидер по производству виски вот такой вот на что наш я говорю как же так а европейцы привыкли ну кто был в европе допустим на футбольном матче до что после матча происходит в той же германии допустим в той же франции мы прекрасно понимаем да у нас то же самое после матча выходят коммунальщики и там понеслась битва за чистоту это можно назвать настоящим сражением за чистоту а в японии а японцы к этому были ну я так понимаю что они к этому были не готовы урн нету я брюне с электронными карточками были вот такие вот проблемы в их использовании вот ну в общем как бы страна очень удивляет удивляет их гостеприимство удивляет их дружелюбие удивляет их тоже работоспособность японец трудится на одной работе от поступления на эту работу до пенсии если он в 40 лет потерял работу это трагедия всей его жизни почему потому что в таком возрасте устроиться на новую работу очень тяжело ответить на вопрос почему ты уволился с предыдущей вот и они поэтому вот они относятся к воспитанию детей у них совсем другой подход однисты стараются их развивать в разностороннем порядке проводят уроки на открытом воздухе везде обязательная форма никто не выделяется никто там не ходит кто нельзя определить вот идет класс учительница ведет класс да есть гимназии для девочек из для мальчиков есть смешанные но когда идет класс они все идут по парам за ручку за учили за воспитательница или за учительница это средние где-то там четвертые пятые там шестые классы их водят вот мы их встречали очень много в храме будды в наре то есть их показывают там есть одна из колонн которая держит крышу этого храма они где-то в диаметре полтора метра и в ней в основании этой колонны сделано там деревянное это делается ствол дерева и там сделано отверстие очень маленькое и через него надо пролезть тогда будет как бы очищение человека и ему будет сопутствовать удача так вот школьников всех пропускают через это отверстие ну взрослые не все отваживаются пролезть через него потому что ну реально визуально то человек вряд ли может пролезть через это отверстие они показывают как вот стоят две учительницы одна помогает залезть вторая помогает вылезти вот то есть они вот в этом плане они как бы воспитывают детей вот на истории на вот своих традициях вот на на всем таком очень 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 гордятся своей страной очень ее любят и старая старается не любит ну очень мало иностранцев очень кстати с получением визы да довольно процедура процедура сложная так что вот так вот япония немножко разочаровала в том плане что они рано выскочили я бы так сказал в технологическом отношении и остались в том плане что они не остались на вот этом вот уровне уровне своего развития но там вообще другое другой смысл жизни вы знаете что япония 140 миллионов япония 140 миллионов примерно там плюс-минус и и когда у японца спрашивают сколько у вас буддистов они грят 140 миллионов а сколько синтоистов 140 миллионов две религии они живут вместе синтоизм религия жизни буддизм религия после жизни то есть после смерти вот они автоматически япония срождаются синтоистом а умирает буддистом и они в день поминания своих предков день там не попал называется день всех святых они собираются одевать самые красивые одежды и устраивают большой праздник семейный праздник так таким образом они показывают своим предкам которые уже на небесах как они хорошо живут в этом мире что эти предки дали им такую возможность и они так достигли таких успехов в этой жизни то есть они демонстрируют свой успех перед усопшими которых предыдущими предыдущими поколениями вот такое вот вот такое вот впечатление произвела япония далековато скажу так лететь очень долго причем когда мы улетали там был тайфун и мы до материкова до материка до побережья летели летели на самолете уходя от тайфуна тряслок очень сильно и 321 аэрбас был на 240 человек полупустой самолет но его кидала во все стороны как щепку в море вот так вот так вот мы вот так вот мы улетали и и из японии это в первое в первое посещение ну надеюсь что в общих чертах передать это невозможно это как я говорил вчера по китаю это надо читать целый курс такой лекции читать впечатлений очень много нюансов и там каких-то эпизодов тоже очень много поэтому в общих чертах вот примерно так как я рассказал так прошу прощения у нас надо запитать все немного аккумуляторы не выдерживает но все равно возвращаемся к нашей войне как бы там ни было для нас это главная тема и следующий вопрос будет звучать так вы рассказали как наводится артиллерийское орудие на цель по по координатам но как рассчитывают перепады высот ведь при стрельбе на 40 километров перепады могут быть значительные соответственно это может кардинально влиять на точность да действительно и в любом артиллерийском орудии даже в миномете а это артиллерия считается когда-то он называлась мартирной сейчас называется минометной и и есть такое понятие как уровень поправка в уровень и эта поправка высчитывается на основании высоты огневой позиции и высоты цели берется разница она может быть в плюс она может быть в минус уровень считает считается что горизонтально установленный уровень прицельных приспособлений это 30 но показания если цель ниже то поправка соответственно вводится вводится в плюс если цель выше то поправка вводится в минус и вот таким образом с помощью вот введения этой поправки вы выбираете разницу в высоте и в расчетных данных получается что цель находится в расчетах цель находится на уровне огневой позиции за счет введения поправки в уровень так что если вы услышите у артиллериста выражение что уровень там 30 01 или 30 02 знайте что это означает что цель находится ниже огневой позиции или наоборот если 29 98 значит выше огневой позиции вот такая вот вот так выбирается поправкой в уровень выбирается разница высот между целью и берется она из таблиц стрельбы здравствуйте не знаю где задать вопрос поэтому задаю здесь правильно правильно делаете вопрос к вам как профессиональном артиллеристу не могли бы вы рассказать о системах тос и тос 2 русские позиционируют их как какое-то супер оружие способное решить на фронте все их проблемы и когда они начинают в красках описывать их работу то реально сердце щемит страшно становится за наших солдат это действительно такое вундер вафли или все не так ужасно к сожалению это вундер вафля которая действительно представляет для нас большую угрозу что такое тяжелая огневая система огнеметная система ТОС-1 от ТОС-2 отличается дальностью стрельбы 20 снарядов в пакете дальность ТОС или ТОС-1 составляет порядка 6 километров дальность ТОС-2 составляет уже до 15 километров есть они ТОС-1 Буратино ТОС-2 Солнцепек и есть еще модификация ТОС-2 ТОСочка вот три модификации есть единственное что их очень мало на сегодняшний день по открытым источникам информации этих подразделений всего несколько батарей и они разбросаны по одной-две установки на разных участках фронта они относятся к особо опасным видам вооружения и мы их выслеживаем и стараемся максимально уничтожить кстати за последние несколько месяцев ну я насчитал минимум пять огневых систем которые были уничтожены нашими войсками об этом отдельно всегда говорится в сводке Генштаба что уничтожена тяжелая огнеметная система они применяют термобарические боеприпасы это обратный эффект объемно детонирующим боеприпасам но они имеют проникающее действие и там происходит двойной взрыв спастись одна пусковая установка залпом в 20 ракет или в 20 снарядов может покрыть площадь до 40 гектаров и соответственно гарантированно подчеркиваю уничтожить там личный состав если личный состав находится в открытых окопах или на открытой местности если личный состав находится в броне герметично закрытой броне или допустим в помещениях которые можно закрыть окна и двери или подвал там в погреб спустились закрыли крышку то тогда действие этой системы не наносит смерти максимум может быть контузия в случае проникновения вот этой взрывоопасной смеси которая распространяется после падения снаряда до объемного до второго до детонации этой смеси вот так что да действительно довольно опасное оружие но благодаря тому что его очень мало и что благодаря тому что мы за ним охотимся постоянно он не представляет для нас такой критической угрозы наносит урон да довольно серьезный там где он применяется вот но мы за этим за этим очень тщательно следим очень хорошо что россияне как обычно не успели ничего наклепать в больших количествах здравствуйте разъясните пожалуйста как взаимодействует между собой система огня система огня откатники система стабилизации на тяжелых арт системах да и наверное на любой арт установки смотрел видео с залпом так ее и другие такие же также подкидывает и трясет в работе визуально заметно что выстрел совпадает с вибрацией влияет ли это на точность или на это делается поправка нет на бросание снаряда поправка не делается к сожалению это влияет на точность ведения огня но угол бросания это когда снаряд выходит с канала ствола и ствол подбрасывает немножко он уходит в откат и ствол чуть-чуть подбрасывает вверх вот это называется угол бросания он зависит от правильности регулировки механизмов орудия система работает следующим образом в тормоз отката который удерживает ствол для того чтобы он не улетел далеко а только откатился на полозьях и таким образом погасил энергию отката при выстреле он представляет собой обыкновенный точно так же работает как обыкновенный гидравлический амортизатор на автомобиле прокачивается жидкость через отверстие в одну сторону прокачивается через маленькие отверстия и происходит его торможение ствола а потом жидкость протекает через при движении в обратном направлении накате так называемого ствола то есть ствол должен вернуться в исходное положение и это называется накат когда он становится на место так вот жидкость тормозе отката протекает через большие отверстия и сопротивление не вызывает а возвращается ствол за счет накатника в накатнике сжатый воздух который заперт гидравлическим запором чтобы не стравливался воздух там поддерживается определенное давление в этом накатнике и за счет этого давления при откате ствола при выстреле происходит еще дополнительное сжатие воздуха ну обычно там 60 от 60 до 70 атмосфер в накатнике вот их еще сжимает откатом орудия а потом сжатый воздух через поршень и шток возвращает ствол в исходное положение и удерживает за счет изначального вот этого давления в 60-70 атмосфер в зависимости от системы орудия он удерживает ствол в исходном положении при любых углах возвышения вы можете максимально поднять ствол там гаубицы на 87 градусов обычно 87-88 градусов угол возвышения ствола гаубицы и он у вас не откатится не сползет назад его держит накатник ну и третий механизм который существует в артиллерийских системах это уравновешивающий механизм потому что обычно цапфы на которых стоит вся артиллерийская часть то есть ствол с дульным тормозом и с казенной частью она находится на казеннике то есть вся длина ствола вот этого она получается является как бы противовесом и рычагом вот казенной части орудия казалось бы казенная часть вроде и большая но она очень коротенькая получается так вот чтобы уравновесить этот ствол существует уравновешивающий механизм в нем тоже давление за счет сжатого воздуха он уравновешивает ствол и таким образом при правильном при правильном соблюдении или при правильном поддержании уровня давления в уравновешивающем механизме вы можете спокойно крутить рукоятку углов возвышения ствола при этом ствол будет плавно опускаться и плавно подниматься если давление там больше или меньше то естественно ствол будет опускаться или подниматься рывками в одну сторону будет идти легко в другую сторону будет идти очень плохо но для понимания чтобы пушка 100 мм пушка МТ-12 противотанковая гладкоствольная у нее в уравновешивающем механизме давление 90 атмосфер вот такие вот используются цифры в артиллерии вот эти противоткатные уравновешивающие устройства надо проверять периодически после определенного либо в сезонное обслуживание либо если орудия на хранении или в неинтенсивной эксплуатации либо после определенного количества выстрелов либо в случае выявления неисправности допустим не доката орудия до исходного положения это значит накатники маленькое давление ну если не работает тормоз отката то как правило это приводит к обрыву штока и просто ствол съезжает с полозьев и вылетает из люльки все орудие надо вести в ремонт оно испортилось ну а уравновешивающий механизм я вам сказал что если давление маленькое то вы будете опускать ствол и он будет опускаться рывками а поднять вы его не сможете если давление большое то наоборот он будет подниматься опять же рывками а вот опустить вы его уже не сможете будет очень тяжело вот такие вот механизмы существуют и так вот они а вот то что вы говорите бросает ствол да на видео всегда видно что орудие подпрыгивает но оно подпрыгивает в момент когда снаряд выходит из канала ствола единственный кто может достать еще выходящий снаряд зацепить это дульный тормоз потому что сначала вырывается пороховые газы когда донная часть снаряда проходит через дульный тормоз а потом уже снаряд выходит из самого дульного тормоза и вот этот вот момент если все отрегулировано правильно снаряд успевает уйти не коснувшись дульного тормоза если что-то неправильно отрегулировано тогда снаряд может получить зацепить дульный тормоз и получит угол бросания и соответственно точность будет резко сниже вопрос есть к вам как опять как к артиллеристу зачем нужна пушка МТ-12 рапира которую я только что вспоминал если с нее по движущимся объектам танкам БМП попасть очень сложно если вообще возможно возможно дело в том что МТ-12 вот эти рапиры 100 мм пушки очень эффективны для борьбы с танками и бронеобъектами противника попасть можно в движущуюся цель для этого и учатся артиллеристы противотанкисты чтобы попадать в движущую есть берется упреждение учитывается угол то есть это может быть фронтальное боковое расположение цели фронтальное боковое и облическое это примерно под углом 45 градусов плюс-минус во всех этих условиях шкала прицела позволяет брать упреждение видно же с какой скоростью дело в том что в атаке танки и БМП как правило не меняют свою скорость есть такой режим атака когда там допустим если идет наступление в едином бронированном порядке или с применением бронетехники то как правило там вторая передача для того чтобы она максимальная мощность и более-менее скорость и постоянные обороты двигателя там ставится 2-2,5 тысячи оборотов на второй передаче и танки прут в атаку более-менее стабильно движутся и у противотанкиста есть возможность примерно посчитать сколько упреждения пол фигуры, одна фигура для того чтобы снаряд попал в движущую цель зависит от наученности расчета чем больше практики расчета тем больше вероятность попадания в движущийся объект ну а восстановив состоящий объект 100 миллиметровая пушка дальность 2 тысячи метров прицельная дальность там у нее 1800 осколочно-фугасным если я не ошибаюсь и 2200 бронебойно-подкалиберным а кумулятивным 2000 и бронепробиваемость у нее по-моему если я не ошибаюсь в зависимости от снаряда бронебойно-подкалиберный там по-моему 600 или 700 миллиметров то есть очень хорошая система вплоть до того что вот когда мы учили эти пушки противотанковую или противотанковую артиллерию главная задача была какая перебить гусеницу остановить танк или БМП или заставить его повернуться к тебе боком или задом если он начинает крутиться вот то у тебя есть шанс потом второй снаряд влупить ему в борт или в задницу в корму так что но это бой но пушки эти довольно эффективны маневренность их вызывает конечно вопросы потому что танк тоже может довольно прицельно и даже на ходу за счет стабилизации ствола может вести огонь и соответственно первое что будет делать танкисты это выбивать противотанковые средства из боевых порядков противника поэтому да сегодня ПТУРы берут вверх но полосотка она в принципе старая но надежная низко маневренная что является недостатком но тем не менее с хорошей бронепробиваемостью артиллерийская система ну что ж на этом мы наверное будем вторую часть сегодняшнего видео тоже заканчивать и у нас остается третья часть это пожелание приветствия которые вы прислали предыдущим видео итак начнем первое пожелание нет первое приветствие будет звучать следующим сегодня начнем с приветствий Украина это пример любви к родине Украина это стойкость мужество и героизм на этой планете Россия пример добровольного рабства за пайку баланды и места в бараке лишний хромосомный раб будет славить пуйла или другого руководителя вертикали власти вот такой вот комментарий кстати про хромосомы вы очень хорошо вспомнили русские же говорят что у них лишняя хромосома наверное поэтому они так и мыслят расскажите так ну ваш опыт в Японии я уже рассказал вот про там был шановный пана Олежа повнистю поднимаю ваше бачение щодо заборони оповещения курсу ракет невидомость породжуя панику это однозначно когда знаешь куди лететь легче это прийняти и пристосоваться если маете хотя бы какуюсь возможность вплинуть на повернение ситуации будь ласка поспеша посприяйте цему для звичайных людей это сприймается значительно легче дякую ну я только единственная надеюсь что если кто-то нас смотрит из генерального штаба ну это реально оставить людей без информации по поводу куда летят я же не говорю что надо вот наказывать за скриншоты с экранов системы оповещения да за это стоит вплоть до уголовной ответственности тут я с двумя руками за но оповещать людей когда вылетели куда летят и когда будут примерно и где это надо вернуть потому что без этого людям будет очень тяжело вы абсолютно правы незнание порождает действительно больше страха и больше паники мы должны знать куда они летят в каком направлении хоть ракеты хоть дроны вот еще один такой же комментарий так это очень плохо когда в Китае люди ходят без паспортов и на каждом шагу камеры тебя идентифицируют это называется кибертирания как в фильме матрица ну тут скажу так даже больше чем в фильме матрица там цифровой концлагерь там не только людей действительно по лицам камер на деревьях на столбах больше чем ворон на деревьях это это правда и у них везде ну там человек ну как бы в правах ограничен очень сильно чтобы вы понимали вам приведу два примера тоталитарности Китая Китая первый это то что в Китае главная машина главный не пешеход вас никто не пропустит вас задавят на пешеходном переходе и вы еще будете виноваты в том что вы не пропустили автомобиль автомобиль главный поэтому пешеход бывает в Китае либо быстрый либо мертвый это правда вот надо смотреть на 360 градусов и даже если ты переходишь на зеленый свет светофора все равно машины которые поворачивают там налево или направо они являются главными и их пропускают пешеходы так гласят правила дорожного движения второй вариант хотел хотел вам привести пример согласно законодательства в Китае при температуре 40 градусов и выше на улице положено объявлять выходной день знаете какая летом температура в Китае государство определяет сегодня допустим смотришь новости и диктор говорит сегодня температура воздуха 39,9 градуса и так все лето каждый день другой температуры не бывает за окном 47 за окном может быть 45 но диктор сказала партия определила что сегодня температура 39,9 градуса и никакого выходного никто не получает никто его не объявляет это чтобы вы понимали что такое Китай да с точки зрения туризма это очень хорошо и еще один пример приведу нашего переводчика наняли мы переводчика в Пекине он переместил мы потом переехали в Гуанчжоу перелетели самолетом и его арестовали через 24 часа он пропал начали выяснять где он поехали к нему в гостиницу а его оказывается посадили он получил 10 суток ареста знаете за что? а за то что не стал на временную регистрацию оказывается в сельской местности у тебя есть 72 часа если ты переехал из одного кантона в другой зарегистрироваться в городе у тебя есть 24 часа на то чтобы зарегистрироваться в местной полиции если ты этого не сделал 10 суток тюрьмы все будь добр метла в руки лопата в руки и пошел убирать улицы вот что такое Китай вычислили его с помощью камер по системе распознавания лиц в течение 24 часа истекли его арестов вот это Китай и с одной стороны красивая культура экономический рывок но с другой стороны люди там живут в жестких в ежовых рукавицах и ни о какой демократии там даже речи быть быть не может вот вам три примера я привел того как живут как живут обычные простые китайцы про Китай 19 года вы путаете ощущения туриста и человека который там живет вы увидели то что вам дали увидеть вот тут и вот это вы абсолютно правильно я с вами на 250 процентов согласен почему потому что точка стояния определяет точку мировоззрения вот мы мы когда были туристами и когда мы были по по работе это да это абсолютно два разных ну в общем китайцы очень запуганные очень зашуганные боятся своего руководства и боятся попасть попасть в тюрьму штрафные баллы у водителей кстати это уже 12 баллов на год сняли поснимали штрафные баллы лишили прав сел в тюрьму на там десять или четырнадцать дней взял лопату пошел или взял метлу пошел под метлу у них очень жесткая ситуация поэтому вы абсолютно правы да туристы смотрят на Китай с открытым ртом и там на все достопримечательности которые у них там есть на все их достижения а рабочие да живут совсем по другому согласно на все ну наверное сто процентов плохо видно информировать население откуда что и по каким областям летит надо мы уже практически не реагируем на сирены воздушных тревог хоть будем знать что и куда летит кстати это очень плохо привыкание населения оно потом может влиять на количество жертв вот когда особенно там в жилых кварталах и люди не всегда выходят из дому для того чтобы обезопасить себя мы же видите как куда летят ракеты определить ну куда ракета попадет в конечном итоге определить очень тяжело направление да в общем какую область да в какой город примерно да а вот в какой район и какое место этого никто не может узнать для ориентации нужно знать про движение ракет мне например спокойней в какой-то мере когда я могу хоть чуть-чуть следить за движением про попадание это на усмотрение генштаба а движение по территории надо знать обязательно вот такой вот еще один комментарий однажды в китае сотрудник фирмы в пути объяснил что приезжаем через его деревню где живут 3 миллиона его земляков ну это было насчет 3 миллиона земляков это конечно шутка пекин по моему около 20 миллионов самый большой город шанхай 32 миллиона гуанчжоу с его знаменитой кантонской ярмаркой посещаемость где-то 12 миллионов а вот деревня вот мы были фашан кстати деревня недалеко это по моему от шинжэня шинжэнь это центр где компьютерное производство компьютеров все железо компьютерное вот делают в шинжэне так вот фашан это маленькая деревня 800 тысяч 3 миллиона это очень большая деревня вот а такая средняя деревня где-то даже они говорили что она довольно маленькая это было фашан 800 тысяч можете по карте посмотреть недалеко от гуанчжоу но да это насчет количества это правда в Китае можно брать города и даже выигрывать сражения но никогда нельзя покорить целый народ который сражается за свою свободу и будущее своих детей слава Украине и ее мужественному народу вот такое вот приветствие если бы российские женщины не захотели то и войны посмотрите на опросы и в основном дамы которым далеко за 50 обоими руками за уничтожение Украины это просто ужас что им всем вкололи в период коронавируса прививка ненависти жестокости безразличия их закон о домашнем насилии то есть бить жену только разуму учить вот мужики пьют и бьют а бабы с удовольствием на войну их отправляет хоть отдых какой-то от мордобоя и копейка какая-то капает ну это вот мы с вами видим плоды пропаганды вот что значит промытые мозги вот что значит и пропаганда и причем на такой жесткой идеологической основе Геббельс там в гробу переворачивается от российского от российской пропаганды они его переплюнули в десять раз даже если Россия потерпит сокрушительное поражение пропагандисты убедят россиян что это победа вот яркий пример абсолютно правильное правильное осуждение с точки зрения российской пропаганды жест доброй воли да отступили мы их выбили с острова Змейный выбили с большими потерями они что сделали первое что они показали своих убитых солдат и сказали что это наш десант который они разгромили потом правда слава богу эти самые компьютерщики показали доказательную базу что там пряжка была российская с гербом на солдате убитом который они показывали так они что сделали они объявили что то что мы их выбили с такими потерями они ушли со змеином это жест доброй воли вот вам яркий пример российской пропаганды что свое поражение надо обратить в свою победу в Израиле в каждом квартале построены бомбоубежища толщина стен и потолка от 1200 до 1500 миллиметров то есть полтора метра количество арматуры тоже больше чем при строительстве жилых домов в настоящих условиях если есть возможность может быть вам удастся построить такие бомбоубежища если нет возможности строить новые бомбоубежища то предлагаю в квартирах на первых этажах которые расположены над подвалами которые используются как бомбоубежища залить железобетон чтобы в случае прямого попадания потолок подвала выдержал в самом подвале построить дополнительные опорные колонны из железобетона или металлических балок жильцам квартир объяснить что это вынужденная мера и после войны переселить их в другие квартиры так как высота от пола до потолка будет меньше чем в обычной квартире эти же квартиры можно использовать как складские помещения или как нежилые помещения для коммунальных служб желаю скорейшего окончания войны и перемоги слава Украины ну пусть опыт израиля прозвучит и в нашем эфире скажу так здравствуйте вопрос имея спутники и другую разведку наши партнеры не знают сколько поставляет дрона в ракеты самое непонятное откуда как это странно Харьков Салтовка но вот кстати сначала прочитаю комментарий на ваш вопрос почему вы решили что ваши партнеры не знают сколько дронов и кто поставляет знать может быть и знают да сделать ничего не могут США тоже не всесильные слава Украине скажу так что а я еще дополню этот комментарий они нет они все делают действительно наши партнеры знают что кто поставляет и поэтому мы с вами иногда периодически правильно так будет сказать периодически мы с вами наблюдаем как появляются что вторичные санкции как вдруг турецкое правительство начинается официально опубликовать список товаров санкционных которые запрещено поставлять в российскую федерацию как вдруг самый большой китайский этот интернет магазин не то вот по-моему этот самый алиэкспресс ну не хочу ошибиться поэтому не буду утверждать но самый большой китайский интернет магазин прекращает отправку товаров в российскую федерацию это же не просто так происходит это происходит благодаря кропотливому труду западных разведок наших партнеров они узнают сколько чего и кто поставил а потом начинают разбираться а что ж это за фирмы даже сейчас даже помните осенью вводили санкции соединенные штаты против американских компаний которые поставляют товары двойного назначения куда в российскую федерацию и предупредила министерство финансов США все американские компании пересмотрите список товаров чтобы не попали под вторичные санкции так что неправда США делают все что можно и давят на всех включая Иран зная что Иран поставляет комплектующие для тех же дронов они давят в том числе и на Иран и Иран периодически выходит министр иностранных дел Ирана и говорит не не это не мы это не мы поставляли не вводите против нас санкции а санкции вводятся потому что точно знают что они поставляли врут негодяи а потом хлопки появляются на заводах которые производят дроны или комплектующие к этим дронам вдруг непонятные пожары хлопки задымление там что еще они любят выдумывать скрывая то что происходит реально на этих заводах вот такой на такой оптимистичной ноте мы с вами сегодняшнее видео закончим я благодарю вас за наше за ваше внимание что вы досмотрели до этого момента еще раз приглашаю кто не подписан подпишитесь кто посмотрел это видео поставьте пожалуйста лайк тогда его смогут увидеть большее количество людей благодарю спонсоров и тех кто помогает каналу ну а мы с вами продолжим уверить в Збройные силы Украины перемога наша слава Украине украины украины украины